всем привет продолжаем путешествовать по моему маленькому городу вот хочу вам показать дом фонтанка набережная 22 архитектор винтергальтер георгий иванович стиль классицизм ну что по этому дому здесь конечно везде у нас петербурге жили знаменитые люди василий федулович громов это российский купец он родился в 1798 году купец второй гильдии действительный статский советник крупнейший в ипархии благотворители на его деньги перестраивали смольный собор содержали больницы сиротские дома с 1848 года после смерти отца вступил во владение лесными биржами гром финансировал постройку ремонт церквей общество защиты животных российский императорское общество общество садоводов кстати он был одним из 12 учредителей этого общества он основал громовский приют александровской сыпной больницы страстью было садоводство и музыка вот как вспоминал художник боголюбов огромный он любил цветы дома в круглый год имела роскошное украшение любил лошадей конюшни и были просто первоклассные музыка была его тоже родни по душе он иногда пел для себя как умел а для гостей дома концерты приглашает всех знаменитостей петербургского музыкального мира стол держал открытый постоянно как на даче так и в городе угощая всех хорошим вином тонкой кухни в начале 20 века в здании располагался археологический институт который готовил высоко квалифицированных специалистов архивного дела в институт принимали имевших высшее образование в течение двух лет обучали археологическим и вспомогательным историческим дисциплинам основан 1877 году присоединен факультет общественных наук троградского университета в доме жил историк пыляев вот некоторые работы этого историка драгоценные камни их свойства местонахождение и употребления 1877 год издания исторический колкала 1890 год наш театр в эпоху отечественной войны исторический вестник 1883 год отец суворова исторический вестник 1891 старый петербург рассказы из былой жизни столицы издательства суворина 1887 год жил здесь вознесенский александр иксеич профессор лгу уроженец тульской губернии закончил окончил петроградский государственный университет с двадцать третьего года преподавал в вузах ленинграда с тридцать девятого декан экономического факультета в сорок первом ректор ленинградского госуниверситета в годы войны сорок второго сорок четвертый год в эвакуации одновременно возглавлял саратовский госуниверситет после войны в 1948 1949 годах министр просвещения автор ряда работ по теории политической экономии но в 1949 году 19 августа осужден военной коллегии верховного суда по статье 58 а не знаю что это за статья ну наверное шпионство как всегда а 58 статья это все посмотрел в интернете это статья враг народа расстрелян 28 октября 2010 года надо сказать что вся семья вознесенских а это огромное количество людей 21 человек были арестованы в 49 году по ленинградскому делу а ленинградское дело это знаменитая серия судебных процессов в конце сороковых начале 50-х годов против партийных государственных руководителей и жертвами репрессий стали все руководители ленинградской областных городских и районных организаций аресты проводили как и ленинграде так и по всей стране в москве и горьком мурманске симферополе новгороде и рязани пскове петрозаводске и таллине так вот гнуть так вот пятеро из семьи погибли трое расстреляны здесь находилась средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа номер 190 производственного обучением дзержинского района города ленинграда вот как они пишут выпускники учиться было очень интересно в каждом классе своя специализация были только 9 10 11 класса зато их было очень много и никаких малышей общеобразовательные предметы были четыре дня в неделю а два дня полностью специальные день занят рисунком три часа живописью три часа второй день по специализации два часа теории и четыре часа пра готовили живописцев по фарфору ну и так далее преподавали специалисты мухинского училища после 11 класса выдавали кроме аттестата свидетельство о присвоении квалификации живописца с 2000 года здесь художественно-эстетический лицей номер 190 с 2011 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия номер 190 центрального района санкт-петербурга художественно-эстетическая также здесь с 1925 по 1940 жил режиссер и актер брянцев вот его некоторые фильмография выборка 1933 год фильм частный случай он играл профессора оборина 1934 году фильм на луну с пересадкой играл врача вот собственно говоря и все проект дом находится он фонтанки 22 посмотрите будете у нас тербурге вдруг вспомните как я вам все это рассказал все пока всем привет до свидания а